Неизвестность А в ответ лишь ветер плачет, словно нас оплакивал без слез. И деревья в желтую листвую машут, и все тот же стук колес. На основании совместного постановления Совнаркома и ЦК ВКПБ номер 1428-326 о выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края и согласно решению Пальбюро ЦК ВКПБ номер П-51734 от 21 августа 1937 года в целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточном крае, провести следующие мероприятия. Выселить все корейское население пограничных районов ДВК и переселить в Южно-Казахстанскую область в районы Арайского моря, Бахаша и Узбекскую СССР. Постановление, подписанное Сталином, приказывало к выселению приступить немедленно и закончить к 1 января 1938 года. За следующие 45 суток с Дальнего Востока убыло 124 эшелона, увозивших 36442 корейских семьи. Всего 171781 человек. Мама, отец, сестры мои, где же вы? Что с вами? Мне страшно. Страшно за вас. Мне сказали, что вы где-то рядом, но вас не оказалось в этом поезде. Где теперь мне вас искать? Что мне делать? Я встречаю каждый состав, чтобы найти вас. Сегодня я видел в медленно плывущем поезде старика с мертвым ребенком на руках. Он не плакал, но в его сухих глазах был один вопрос. За что? И у меня такой же вопрос. За что? За что нам такие испытания? Чем мы провинились перед тобой, Господи? На востоке существует поверье, что птицы не умеют грусти. Так как награждены вечной свободой. Когда они в чем-то разочаровываются, то надолго улетают в небо. Чем выше, тем лучше. Летят с уверенностью в том, что под порывами ветра высохнут слезы. А стремительный полет приблизит их к новому счастью. Как бы мне хотелось быть таким же, как ты. Не знать ни границ, ни преград. Лететь куда хочется. Но если я не могу, лети тогда ты. Найди моих родных. И передай, передай, что я жив. И со мной все хорошо. Пусть они не беспокоятся обо мне. Я обещаю, что выживу. И буду жить. И наступит тот день, когда я их обязательно найду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, мои дорогие родные! Как вы там? Несмотря на то, что я вас пока не нашел, пишу вам и хочу поделиться новостями. У меня все хорошо. Земля здесь богатая и плодородная. Народ добрый, гостеприимный, отзывчивый и радушный, несмотря на все тяготы жизни. У нас даже обычаи некоторые похожи, особенно почитание и уважение к старшим. Отец, вы всегда говорили, птицу видно по полету, а человека по делам. Всегда следую вашим наказам и советам. Они мне очень помогают. Мама, очень скучаю по вам, по своим сестричкам и кукурузной похлебке, приготовленную вашими руками. Спасибо вам за то, что научили меня не бояться никакой работы и не опускать руки, несмотря ни на что. Я верю, что мы еще встретимся и обещаю вам, что сделаю все, чтобы наши дети и внуки жили лучше нас. Эта благодатная земля станет для них Родиной, и мы будем гордиться их успехами и победами. Я воспитаю их, как вы воспитывали меня, и расскажу им вашу и свою историю. Историю о том, как вы трудились, не покладая рук, показывая нам все на своем примере. Историю о том, как нас приняли на этой земле, делясь порой последним куском хлеба в тяжелое время. Историю о том, как мы мечтали и строили лучшее будущее для своих потомков. Чтобы помнили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова